В эфире канала Россия итоговая информационная программа событий недели в студии Ашемес Пхешхов. Доброе утро. В день работника культуры Российской Федерации в преддверии Международного дня театра глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов встретился с руководителями национальных театров республики и в их лице поздравил всех работников культуры с профессиональным праздником и вручил ключи от новых микроавтобусов. Альбина Ламкова подробнее. Работникам культуры в их профессиональный праздник вручили ключи от семи микроавтобусов. Впредь у артистов национального театра жизнь станет комфортнее. Транспортные средства были получены в рамках проекта театры малых городов Карачаева Черкесии. События для артистов не просто радостные, но и значимые. Теперь на новых «Газелях Некст» можно будет выезжать почаще и радовать зрителей. В микроавтобусе 20 пассажирских мест. И созданы комфортные условия как для артистов, так и для водителя. Проехали километров 40. Хорошо себя ведет на дороге, по трассе. Удобная машина в эксплуатации. Русскому и Карачаевскому театрам будут переданы два транспортных средства, так как в этих трупах больше всего актеров. Лет 20 не получали транспорт в наши театры, но сегодня день праздника, сегодня день работников культуры Российской Федерации и в преддверии Международного дня театра, который послезавтра. Несмотря на то, что в нашей стране немало профессиональных праздников, связанных с культурой и искусством, все же день работников культуры объединяет всех, кто трудится в непростой сфере, но творческой и очень нужной людям. И каждый из работников, будь то артист, музыкант, певец или танцор, хранит культуру и традиции нашей многонациональной страны. В честь праздника глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов встретился с руководителями пяти национальных театров республики. Руководитель региона вручил документы на автомобили, которые были так необходимы театралам. При поддержке политической партии «Единая Россия» и при том проекте партии, который вошел в государственную программу, национальный проект, это проект театра малых городов и большой партийный проект «Культура малой родины». Благодаря поддержке партии и по этому проекту сегодня в республику переданы 7 20-ти местных микроавтобусов. Такая степень проникновения культуры в каждой из муниципальных районов республики существенно возрастет. В том числе и чтобы у ваших творческих коллективов была возможность сегодня познакомить не только жителей нашей столицы, городов, но и всех наших населенных культур с вашим творчеством. Затем Рашид Тимрезов обсудил с руководителями национальных театров актуальные вопросы и перспективы развития театрального искусства в республике. Также он добавил, что есть еще нерешенные проблемы. Основным вопросом, который нас всех беспокоит, это здание драматического театра. Но при активной работе правительства нашей республики уже есть решение и договоренность о выделении средств на проектно-смертную документацию. Рашид Тимрезов отметил, что государственная и федеральная поддержка будет только расти. И молодые специалисты будут поощряться для того, чтобы у работников культуры было желание работать в республике. Затем министр культуры рассказал о новшествах театральной жизни. Жизнь театра – это новый продукт. И очень важно видеть, что он сразу был востребован и на гастроли. Потому что начиная с декабря прошлого года и по настоящее время наши театры проводят гастрольную деятельность, приуроченную к столетию республики, которую мы в 2022 году празднуем. Поэтому это, наверное, главная заслуга наших руководителей, что, несмотря на пандемию, продолжают театры работы. Поинтересовался глава региона и тем, какой средний возраст актеров. И где работает труппа каждого из национальных театров, пока закрыт драматический театр. Затем было отмечено, что во всех районах построены и реконструированы дома культуры. Их всего 35. Но тут же Рашид Темрезов добавил, что есть информация о том, что некоторые из них пустуют. И задача на сегодня, чтобы в каждом из храмов искусств велась работа с творческими коллективами. И развивалась культурная жизнь. Сельские жители не так избалованы театральным искусством. Поэтому для них это целое событие. Возможности сегодня у нас такие, в принципе, есть. Поэтому еще раз вас всех хочу поблагодарить. Пожелать вам творческих, профессиональных успехов. Ну и, конечно же, крепкого здоровья вам, вашим родным, близким. Альбина Ламкова, Али Бастанов. Вести. Карачаево, Черкесия. В Доме правительства прошла очередная 22-я сессия Народного собрания. В повестке пленарного заседания было более 20 вопросов. Среди них отчет министра внутренних дел, изменения в республиканские бюджеты и другие. Подробнее расскажет наш парламентский обозреватель Мурат Женкезов. По традиции заседание парламента начинается с гимна. После подтверждения кворума депутаты заслушали отчет министра внутренних дел, о проделанной работе за минувший год. Глава ведомства Александр Мельниченко представил в парламент подробный информационно-аналитический видеоотчет и озвучил основные результаты по ряду направлений деятельности. Депутаты задали министру ряд вопросов и приняли отчет к сведению. К счастью, на сегодняшний день мы можем констатировать, что в республике обеспечена и стабильность, и спокойная атмосфера, тоже благодаря работе Министерства внутренних дел, покращающей Республике, конечно, совместно с другими правоохранительными органами. Значит, министр ответил полно на все те вопросы, которые были поставлены депутатами Народного собрания, которые заранее ему были эти вопросы направлены, он на все эти вопросы ответил. Считаю, на сегодняшний день взаимодействие должным образом налажено. Внесены изменения в бюджет республики на текущий год. Уточнен объем безвозмездных поступлений на сумму более 140 миллионов рублей. Большую их часть распределили в систему здравоохранения для лечения коронавирусных больных. И Министерство строительства ЖКХ на разработку проектно-смертной документации в рамках реализации госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Депутаты приняли проект закон, инициированный заместителем председателя парламента Мусой Экзековым о дополнительных мерах поддержки отдельных граждан. Изучив опыт субъектов Российской Федерации, мы увидели очень хорошие законы, которые действительно очень серьезным образом помогают социально незащищенным категориям детей, детей инвалидов, детей, у которых есть родители инвалиды. Изучив все направления, мы вносим в законопроект новый весь опыт, который есть в России. Парламентарии одобрили еще ряд законопроектов, разработанных в связи с изменением федерального законодательства. Так введена новая статья в закон, которым регулируется проведение публичных мероприятий. Изменения касаются запретов финансирования из иностранных и анонимных источников. Всего парламентарии рассмотрели более двух десятков законопроектов. Мурат Чантьюзова, Лебастанов, Вести Карачаева, Черкесия. Прямо сейчас реклама, а позже мы продолжим выпуск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Черты высечены самой природой. Оврожденные величия, стойкость и благородство. Ценность в любом городе и на все времена. Диван Ричард. Сердце вашей элегантной обстановки. Ангажемент. Город Чуркеск. Улица Октябрьская, 392. Классика жилых кварталов. В жизни бывает так непросто Встретить несокрушимого и непробиваемого человека-каменную стену человека-глыбу Зато встретить банк, за которым чувствуешь себя, как за каменной стеной, Легко. ПСБ. Банк сильных людей. Долгожданное открытие Кисловодского цирка с 13 марта. Московский цирк Никулина представляет. Грандиозное цирковое шоу династии Багдасаровых. Планета 13. Весна будет чудесной. С Московским индустриальным банком. Рефинансируйте кредит по ставке не выше 8,8% годовых. Оставьте заявку на сайте minbank.ru Или приходите в офис. Московский индустриальный банк. Больше года наша страна живет в новых условиях. Пандемия коронавируса показывает стабильное снижение. Но возвращаться к прежнему образу жизни пока еще рано, говорят врачи. Об этом непростом периоде Шерифат Лепшокова побеседовала с врачом-пульмонологом, профессором, доктором медицинских наук Борисом Дауровым. Борис Андрисович, пандемия COVID-19 буквально перевернула нашу жизнь. Для одних это стало трагедией, для других еще одним поводом, может быть, переосмыслить свою жизнь. А каким этот непростой год был для вас, как для врача-пульмонолога и как для человека? Вы совершенно справедливо отметили. COVID-19 весь мир поставил на такую стезю, что люди, как помягче сказать, пандемия для многих оказалась поначалу заговором каким-то, политическим каким-то моментом. Недооценивали коронавирус. Я помню даже, как, приходя на похороны или на свадьбы, люди у нас на Кавказе, к сожалению, может быть, это наш менталитет. Много людей приходят на свадьбу, много на выразить соболезнования. Обнимаются, целые семьи заражались, недооценивали первое время. Мы вынуждены были обратиться к служителям культа, сделать эти мероприятия более демократичными, не столь активно ограничивать посещение людей. Потом началась, вот, через средства массовой информации, объясняли. Может быть, поздно дошло. Люди другой экранности. Страх, панические. А это самый плохой советчик. И вот многие, заболев, впадали в панику, в истерику. Вот сейчас как-то, вот, наверное, в третий этап мы вошли. Люди стали понимать, что это болезнь, что она серьезная, что надо защищаться, не скрывать. А были случаи, когда люди, заболевшие, дали в своей семье, не говорили, приходили родственники, заболевали семьями. Я не буду нагнетать обстановку, но хочу сказать, коронавирус – чрезвычайно коварная болезнь. Коронавирус имеет множество видов, более 40. Он известен достаточно давно. Но этот вариант, который сейчас идет, он обладает высокой контагиозностью и особым трапизмом к органам дыхания. Он может поражать любые органы и системы. Но чаще всего это легкие. Ну, я в своей 50-летней практике 40 лет занимаюсь вопросами пульмонологии. И много литературы, научной по этому поводу прочитал. Не так много было сведений. Мы шли методом проб и ошибок, к сожалению, на первом этапе. Это была очень массивная атака, атакующая терапия с большим количеством антибиотиков, не всегда оправданных, потому что против вируса антибиотики бессильны. Только при осложнении, когда бактериальной инфекцией присоединяется, польза антибиотиков, а основная точка приложения этого вируса – это было сосуды, и особенно мелкие сосуды, в ней возникало воспаление, тромбы мелкие, от которых чаще всего и возникала выраженная дышка, от которой люди, к сожалению, погибали. Должен сказать, что практически всех нас коснулась эта беда. Кто-то потерял близких, родственников, кто-то друзей, кто-то товарищей. То есть ни для кого безразлична эта болезнь не прошла. Поэтому, пользуясь случаем, хочу выразить всем, кто потерял близких, искренние соболезнования. На сегодня эта болезнь – мировая проблема. Более 150 миллионов на земном шаре больных коронавирусом. У нас в стране более 5 миллионов мы имеем, заболевших за этот период. Сейчас очень много говорят о вакцинации. Миллионы людей уже привились. Но в интернете все еще идут дискуссии на эту тему. Хотелось бы слушать ваше мнение. Что вы скажете о вакцинации? Человечество избавлено от многих тяжелейших болезней. Ликвидирована натуральная оспа на земном шаре. Бешенство, столбняк. Ну, перечень большой. И вот вакцинация при коронавирусе Наша страна пионером оказалась. Первым мы выпустили вакцину, спутник ВИИ. И сегодня на отечественном рынке три вакцины. Это и эпивакцина новосибирская, и института вирусологии. Я должен сказать, что наша вирусологическая школа идет большими корнями в советское время. Одно из немногих, которое удалось сохранить, это вирусология. И то, что вот обыватель сегодня говорит, что очень быстро сделана вакцина, что это не может быть эффективной, не имеет никакой почвы. Вакцина сделана не на пустом месяце. У нас были очень большие наработки. Осталось только эти систематизировать. И мы были готовы, поэтому оказались пионерами в появлении вакцины в нашей стране. Что же мы имеем? Начали мы где-то в середине декабря, массово уже с Нового года. Но, к сожалению, в нашей стране вакцинация. Мы по вакцинации находимся лишь на 9-10 месте. Такая страна, как Израиль, их нельзя уличить в невежестве. Половина населения вакцинирована. В Америке 1 треть. Мы в день вакцинируем сейчас 150 тысяч по стране. Американцы вакцинируют 2,5 миллиона ежедневно. Если мы такими темпами будем продолжать, то на 2 года задержится. А чем это чревато? Самое главное, пожалуй, если мы не ускорим темпы и массовость, то мы уже столкнулись с тем, что вирус меняется. То, что в медицине называется мутациями. Что такое мутация? Это вирус начинает приспосабливаться, становится более агрессивным. Уже появился штамм Великобритании, южноафриканский, бразильский. Вчера уже появился таиландский вариант. И мы придем к... Есть и такими темпами, что вакцина наша перестанет действовать. И надо новую создавать. Вот в чем беда. Такое мы уже и имеем. Вирус гриппа. Мы вакцинируем, каждый год меняем вакцину. Потому что вирус приспосабливается. В нашей республике 14 пунктов создано. Ну, насколько мне известно. Ну, вакцинация. 2,5% от населения вакцинировано. В целом по стране около 5%. Ну, с чем это связано? Нехваткой вакцины? Или другими причинами? Трудно сказать. Я с этим коронавирусом сталкивался почти каждый день. Более сотни больных пришлось консультировать. Народ стал понимать. Понимать. Но среди моих коллег, врачей, встречаются люди, скептически относящиеся к вакцинации. Но я здесь могу полемизировать. Я занимался проблемой иммунологии. И знаю, что другой альтернативы нет. Надо не допустить до болезни. Вакцинация не избавляет человека, что он не заболеет. Он делает человека, если и заболеет, он переносит более легкой форме, меньше осложнений. И самое главное, если вокруг вакцинированы, цепочка передачи обрывается, и инфекция теряет свою актуальность. Борис Андрисович, Вы в медицине более полувека. Ваши коллеги знают Вас как доктора медицинских наук, профессора Московской медицинской академии Министичного, Ставропольской академии. Вы автор множества статей, монографий. Но пациенты Вас знают как профессионала и человека большого сердца. Вы не устаете, Вы не привыкаете к чужой боли. Это непросто. Но как Вам удается всегда в сердце хранить любовь к людям? Профессия у врача пришла, может быть, случайно. Я очень увлекался химией, был победителем химической краевой олимпиады. Мы тогда в состав Ставропольского края входили. Ну, все перевернула моя мама. Она часто болела, я очень привязан. Она сказала, сынок, я вот хочу, чтобы ты врачом. Одна из моих сестер была медицинской сестрой тоже. Ну, вот так я пришел и не разочаровался. Вот уже 51-й год, я врачую, и я не потерял интерес к медицине и к пациенту. Если я хочу, вот пользуюсь случаем, сказать, что многие родители направляют своих детей в медицину, видя в основном белый халат, нет. Это работа чрезвычайно трудная и ответственная. И надо любить людей. Если ты не любишь людей, в медицине делать нечего. Быть равнодушным в медицине делать нечего. Боль своих пациентов надо воспринимать как свою личную. И тогда ты будешь предан этой профессии, будешь делать все возможное, чтобы помочь страждущим. К сожалению, в последнее время образование в целом и медицинское в частности сдало свои позиции. Как и во многих областях, я имею возможность сравнивать. Я занимался 40 лет и врачебной, и педагогической деятельностью. Студент, ты несколько мотиваций к знаниям стала не та. Может быть, это возраст во мне говорит, всегда с возрастом думаешь, что тогда было все лучше. Да нет, вот все-таки, к чему я хочу сказать. Нас учили тому, чтобы постоянно заниматься над собой. Новое поколение врачей упалает на интернет. Хорошо, это большое подспорье. Но надо пользоваться и специальной литературой. Она стала малодоступной, к сожалению. Это журналы. Это первое. Второе. Опытом старших товарищей. Сейчас, к сожалению, и старшее поколение не очень охотно, я вижу, делиться со своими коллегами. Все на какую-то рыночную основу поставило. А ведь опыт, который приходит с годами, если его надо с этим делиться, с молодыми врачами. И если ты уже чувствуешь, что ты все знаешь, тогда надо уходить из профессии. Да в любую профессию. Надо постоянно совершенствоваться. Если это уже не удается, тогда надо уходить на заслуженный покой, подрезать деревья, выращивать цветы и так далее. Но не заниматься вот в нашей профессии врачеванием. Иначе можно навредить. Борис Андреевич, Вы много занимаетесь общественной деятельностью. Вы это делали в Москве и продолжаете заниматься этим и здесь, живя в Карачаево-Черкесии. Но что Вам это движет? Поделитесь, пожалуйста, с нами. Общественная деятельность. Действительно, и в Москве я занимался этим. И вот приехал на родину, когда ностальгия замучила по отчему дому, когда дети уже выросли, меня потянуло домой, я приехал на родину. Мне очень приятно. Как говорят, где родился, там и пригодился. Общественная работа. Ну вот так получилось, что люди, встречаясь с людьми, видишь их проблемы, просят. Я в силу своего характера отказать особо не могу. Ну, в любом деле, будь то это медицина, будь то другие проблемы. Общественная работа, она, конечно, чрезвычайно важна. Она сложна. Люди обращаются с различными проблемами. Ну, какая общественная работа, это совет старейшин. Мы пришли к такому возрасту, которому называют старейшинами. Вот, восьмой десяток, конечно, это возраст. Я даже стал старше своего отца. Это и вести работу по возрождению отечественной культуры, сохранению языка. Какая наша задача общественная? Это чтобы молодое поколение росло достойным своих родителей, своих дедушек, бабушек. Чтобы ценили, чтобы не забывали своих обычаев, язык как основу любого этноса. Ведь это очень серьезная проблема. В мире ежегодно теряются десятки языков. И если мы не сохраним, не передадим, не только бытовые, и даже не столько бытовые. Бытовой язык, наверное, долго будет еще. Читать, писать на своем родном языке очень важно. Это касается всех, особенно малочисленных народов. Вы говорили о молодых людях, да? А какие вот сейчас молодые люди, по вашему мнению? Часто есть такое убеждение, что вот молодежь-то сейчас не та, она уже другая. А вот, по вашему мнению, какая сейчас молодежь? Ну, конечно, она должна эволюция. Мы все эволюционируемся, и молодые люди, конечно, не те, которые в конце 19-го или даже в начале 20-го года. Это более образованные, вот, более физически крепкие, может быть, да, даже так. И даже ростом, вот, физиологические, антропометрические данные увеличились. Это и улучшение питания с этим связанным, и работа умственная. Конечно, разные. Очень много талантливой молодежи. И что бы хотелось от молодежи? Конечно, есть и издержки цивилизации. Это и появление наркомании среди молодежи, которая очень волнует нас всех. Это плоды так называемой цивилизации. И алкоголь, и наркотики, которые наши предки и не знали. Да я, относительно недавно, мы наркоманов видели послевоенных, только нам могли показать. С ампутированной ногой люди. Ноги нет, а он ощущает, что у него нога есть. Боли фантомные, так называемые. Им кололи, они становились невольно. Это были единицы. А сейчас мы видим, к сожалению, как эпидемию 21-го века. И поэтому хотелось бы, чтобы молодежь так же продолжала совершенствовать себя и физически, и умственно, ценить своих родителей. Я вас понимаю, а вы верите в нашу молодежь? Ну, конечно. Иначе нельзя. Я оптимист, верю. Это наше будущее. У меня самого шестеро детей и девять внуков. Я вижу и их сверстников, и общение. Конечно, верю и надеюсь, что это наша смена. Я им желаю всего самого наилучшего. Чтобы не досталась им доля, которая досталась нашим родителям, дедушкам и бабушкам. Войны, послевоенная разруха, которую испытали, различные дискриминации, издержки, которые были. Сейчас прекрасное время. Только развивайся. И на этом помощи я им желаю и здоровья, и благополучия. Спасибо вам большое за интервью. Борис Дауров действительно замечательный человек, который несет добро. Ну, а я благодарю вас за внимание. Пусть в ваши дома приходят только добрые вести. До встречи. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Классика жилых кварталов Биберлэнд Миру сыр Долгожданное открытие Кисловодского цирка С 13 марта Московский цирк Никулина представляет Грандиозное цирковое шоу династии Багдасаровых Планета 13 Весна будет чудесной С Московским индустриальным банком Рефинансируйте кредит по ставке не выше 8,8% годовых Оставьте заявку на сайте minbank.ru Или приходите в офис Московский индустриальный банк Срочно продается офисно-гостинично-развлекательный комплекс В городе Новоалександровск Ставропольского края Гостиница, ресторан, бильярд, летнее кафе, теплица, две автомойки и банный комплекс Семь утра в Крачаево-Черкессии Вы слушаете радио России Крачаево-Черкессия В Донбайе вывещаем на частоте 104 Туристы Донбая уже стремятся покорять горнолыжные спуски Музыкальный час на радио России открывает июльный гостер Лыжи у печки стоят Гаснет закат за горой Настраивайте свои радиоприемники на частоту 102,8 И слушайте радио России В архизе Зеленчукской тиберде «Улькулады» Радио России расширило свою техническую базу и звучит практически по всей стране Радио России – единственное радио, которое создает все виды программ От информационных и политических до детских и научно-познавательных Более 145 миллионов слушателей 1300 передатчиков Главное радио страны – радио России Настраивайте «Радио России» Карачаева-Черкесия на частоту в своих населенных пунктах Утро – это прилив бодрости и желания творить Это не доброе, это какое-то чудо Посмотри, я вообще, я восторген Эти сережки сегодня одену Доброе утро! Доброе утро! Утро – это улыбки и радость Доброе утро приносит добрый день Не пропустите «Утро России» Карачаева-Черкесия Доброе утро! Продолжение следует...